Да, мы её включаем в себя соответственно верхнюю часть ягодицу. Значит вот у нас отток из ноги осуществляется во-первых через нейрососудистый пучок который проходит вот здесь вот через колено здесь канал хантера и далее проходит там через паховую складку проходит по валу мышц между квадрицепсом и приводящими мышцами помните да вот здесь отток лимфы происходит по каналу седалищного нерва который входит сюда и здесь через большое седалищное отверстие вот оно вот хорошо здесь как его прощупывается начинается оно вот здесь вот его верхний край там где помните у нас нижняя подвздошная ось и здесь у нас выходит грушевидная мышца помните да вот и здесь у нас вот большой весом то есть вот сюда и так с чего мы начинаем опять же мне более всего нравится техника перекатов и здесь мы как бы мышцы не особо выкручиваем из-за чего потому что при выкручивании вот такой прием да когда вот как двойное кольцевое делаем вот здесь вот так вот захватываем нас видите как кожа натягивается с морщинками вот по этой же причине мы здесь особо не растираем вот почему я собственно говоря выбрал моделечку потому что у нее нежная кожа и она очень чувствительная и она нам сразу даст знать если мы как бы сделаем что-то грубо то есть вот здесь вот сейчас у нее ощущение должны быть только приятные ни в коем случае не должно быть болезненных и у нее должно быть ощущение именно как бы освобождение определенного то есть то что мы откачиваем начинать вот то что я говорил вот техника перекатов и здесь мы работаем все время на закрытие то есть можно вот так он да можно вот в эту сторону нет например удобнее работать вот так и вот туда вот именно в нижнюю сторону мы идем за счет просто такой-то волны можем делать таким вот образом и время от времени делаем легкое потряхивание вот потому что мы немножечко сминаем сосудики а потряхивание она освобождает тоже можно вот так вот волну на большую если хотите волну можно заменить просто вот таким вот перекатывание ладони вот и время от времени меняем видите как бы перекатывание вот можно такую вот небольшую аккуратненько елочку можно делать такое продольное разминание она похожа на выжимание тюбика это же можно делать потряхивание просто именно тканями конечно здесь можно не спешить то есть вот эти вот приемы я могу делать достаточно чем я определяю скорость то есть вот я захватываю ножку до раз придавил и я чувствую как у меня руки как бы просаживаются скорость вот этого просаживания она как раз и определяет мою работу то есть я должен делать достаточно в отдельных случаях можно воспользоваться маслицем вы можете делать другие перекаты сильно не дали никоим образом не должно быть время от времени и опять же можно использовать приемы близкие к валянию помните такой вид разминется и все это делаем очень не торопясь жидкости у нас текут не очень быстро для того чтобы улучшить работу нашего сосудистого аппарата мы можем применить работу с коллекторами коллекторах вы правда не очень знаете но чуть-чуть я думаю вам не повредит начнем с первого коллектора который у нас вот здесь вот тут у нас прощупывается головочка нутро hunter так называемый это большой вертел бедренный костюм вон он торчит у костика если хотите давайте костика я вам покажу где я работаю вот смотрите вот вот отсюда выходит у нас мышца грушевидная вот у нас собственно про hunter сам большой вертелец крепится она сюда вот сюда заходит как седалищный нерв так и о чем я говорю поэтому мы можем вот так вот упереть пальцы в отверстие и поработать с грушевидной мышцы вот такой вот артикуляции несложно не болезненно то есть мы помпажируем это отверстие и в то же время растягиваем и даем сократиться нашей мышцы вот так же мы можем с некоторой артикуляции работать и на бедре то есть если нам хочется покрутить мы крутим и это не такое уж бесполезное дело как может показаться с первого раза во первых смотрите мы когда делаем так мы помпажируем вот эту ямочку а здесь у нас как бы как раз и лимфа скапливается и отечность второе видите у нас ножка-то поднята значит от нее осуществляется отток вот естественности тяжести что мы еще можем сделать мы можем взять ножку и помимо того что мы ее сгибаем разгибаем видите вот так вот обкатываем это в общем-то техника артикуляции которую мы пройдем попозже но отдельный прием вам показать несложно то есть видите здесь у нас идет перекатывание и попутно расслабляется можно дополнительно ввести прием чтобы чуть-чуть у нас расценились вот теперь у нас две перегородки 1 здесь другая вот здесь помните границу то есть мы чуть-чуть натягиваем экстензоры и по краям экстензоров у нас две ну вот опять же которое мы можем головочку захватили только здесь мы очень мягенько очень щадящий так и тут между пальцами я делаю легкое легкое растяжение не сильно более не очень и и вот на диабете мы более резко не работаем можно работать по маслицу можно вот так вот дополнительно сделать потряхивание можете работать с предприятием кто умеет некоторые и здесь вот тоже вот я этой рукой придерживаю латерально а это вроде бы чуть-чуть от нее отвожу не сильно совсем растягиваю перегородочку а сильно нам нельзя сильно нам коран не велит потому что здесь у нас ярко будет понятно да вот кстати вот стал вроде даже более плотно немножко так вот ощущать скировать вот здесь когда мы отработали с икрой опять же большие вот такие вот натяжения собственно вот задней стороны все понятно теперь с передней стороны здесь у нас видите вот как раз то о чем я вам говорил вот тут находится канал hunter пример и вы можете вот так вот проехав по межмышечному пространству почувствовать что о вот здесь вот как пластиночка прям сверху проявляется вот он дайте вашу ручку расслабляем пальчики расслабляем вспоминаем как я говорил пальпируем расслабленным почему все время важно пальпировать в расслабленном состоянии напряжение потому что когда вы напрягаетесь грубо говоря если перевести это в звуки вы орете сами но пытаетесь при этом расслышать что вам говорят ваши пальцы напряжение это огромные импульсы которые заставляют работать все мышцы и когда вы у вас вот это вот связь канал связи мышцы и голова так сказать орет во все горло управляя вашими действиями то вам не до того чтобы расслышать что чувствуют пальцы поэтому мы всегда чувствуем и всегда вот эти вот тонкие работы делаем очень расслабленной рукой вот здесь мы можем применять обычные приемы классического массажа видите обычное разминание да но только слабо выражено ну понятно поглаживание вот и смотрите вот здесь у нас отдельно есть карпов так называемый треугольник видите здесь как бы вот вал мышц да ограничены партняжные мышцы и здесь вот вал мышц тут у нас паховая складка и вот у нас треугольник раз два три вот здесь вот треугольник ограничивает так называемая длинная мышца длинную мышцу определить легко если женщина как бы поднимет согнет коленочку и ногу отвалит сюда то у нас вот здесь вот образуется тяж такой его видно может быть на пляже там доводилось видите ли в других ситуациях когда ножки вот так у нас вот по внутренней стороне тяж такой который уходит в область нижнего таза вот это как раз длинная приводящая мышца и вот как раз вот длинная приводящая она образует стеночку скарпового треугольника он вот здесь вот и здесь у нас очень нежная клетчаточка и мы ее можем чуть-чуть так вот потасовать потому что иногда у нас это нежная клетчаточка как бы уплотняется и слегка давит на ниже лежащие слои здесь как раз у нас проходит нейрососудистый пучочек вот я как бы стараюсь вот тут вот расправить эту клетчаточку и можно немножечко попомпажировать лимфоузлы нет лимфоузлы они уже вот тут лимфоузлы есть но мы лимфоузлы не трогаем то есть мы именно зону да тут встречаются лимфоузлы мы буквально вот так вот вибрируем и может быть чуть-чуть буквально помпажируем вот вот здесь вот достаточно важный участок здесь у нас как раз вот канал хантера о котором я говорил потом я вам попозже покажу как отрабатывается вот это вот место сейчас я попрошу мариночку лечь немножечко на меня так чтобы согнутая нога легла нас полкнет туда подвинуться повернуться немножечко ко мне лицом сам главным образом да вот в этой части ну и вот смотрите значит вот это должно прям лежать на столе видите здесь у нас основной пучок вот он да и здесь вот можно вдоль кости поработать у нас как раз вдоль кости проходит канал груберы который формируется в икле но в канал груберу мы грубо не лезем пальцами мы в основном чисто мягкими такими вот разминающими его а вот здесь здесь у нас целое действие вот тут у нас в этом месте у нас так называемые гусиные лапка это четыре сухожилия и у многих женщин вот здесь вот такое образуется как коленные уши вот тут вот у нас попины уши образуются а здесь коленные уши вот так вот коленные уши они часто очень связаны во первых с перенапряжением вот здесь то есть у нас тут вот перенапряжены две мышцы из экстензора полуперепончатые полусухожильные вот в основном полусухожильные которые именно в гусиную лапку уходит вот но в принципе еще на область именно колено у нас оказывает влияние данной зоны канал хантера и смотрите вот тут вот примыкает вот она прощупывается латеральная широкая мышца виноват медиальная широкая внутренняя страна медиальная вот и вот мы должны ее очень аккуратно размять и оттянуть с костного ложа с первого раза иногда не получается не старайтесь зайти до самой кости сразу если вас не пускает ткани вы вот зацепили и держите представьте что вы до кости еще сантиметр не достали но вы зато сместив удерживаете и он часто чувствуется мозг как запульсировал не даже ощущение крутые конечно но еще раз и еще раз то есть я сейчас не стараюсь во что бы то ни стало прям дойти до кости я стараюсь во что бы то ни стало расслабить путь в одну сторону и теперь во вторую смотрите я специально пальцем коснулся но я почувствовал что пальцем вот так вот это уже больновато это уже туговато хотя видно что давление не сильно я сразу же перехожу на более такие и очень важно например когда мы в общем и целом делаем такое перемещение но при этом акцент создаем только вместе где нам важно отработать если вы очень болезненные приводящие группы мышц значит мы будем делать все только вот на этом уровне есть отдельные приемы но это работать надо непосредственно на витке лобковой кости и далеко не каждая дамы вас туда пустит работать с местом прикрепления поэтому мы пока для начала ограничимся просто обычным сцеживанием теперь смотрите даже вот такие вот небольшие движения без волны а просто вас туда-сюда растягивание в разные стороны вот небольшие то есть как растирание но только безумно мягкие такие вот медленные они обладают очень хорошим дренажным свойством вот вам на анатомии должны были рассказывать за счет чего потому что мы таким образом стимулируем лимфонгионы стимулируем так сказать прохождение по ним и в том числе идет как раз вот таким образом очень хорошо лимфа а не только жидкости по крови значит здесь вот здесь у нас прикрепляются мышцы и приводящие и экстензоры здесь вот я чувствую меня немножко не пускает я видите зафиксировал и как бы через слой начинаем воздействовать через какое-то время начинает пульсировать под рукой это значит что мы освобождаем кровоток здесь можем проверить время от времени если у нас там у вас немножечко и есть вот тут одна бягство но есть чуть-чуть болезни не ощущается ну и вот здесь вот опять же делаем обычное растирание но только холодное скорее лимфогонным его назовем с тем чтобы максимально удалить жидкость не знаю сейчас посмотрим насколько мне удалось ну вы видите я работаю это не так чтобы очень прям активно посмотрим вот надо было объемный замерить а зачем нам замерить вот теперь вытягиваете мучку давайте посмотрим сравните эту коленочку и эту коленочку как вам нравится вы видите здесь полностью ушел вот этот мешок вообще полностью вот это вам к слову спасибо приятный бонус видите да сравнитеオhere здесь спасибо касс ну Продолжение следует...